Всем привет! Сегодня у нас в гостях Вадим Немков, действующий чемпион Беллатера, у которого скоро состоится бой за 1 миллион долларов. Его соперником будет Кори Андерсон. И давайте сегодня проведем этот замечательный солнечный день с Вадимом. Посмотрим, что он кушает, как он думает, какие приемы он делает. Let's go! Вадим, добро пожаловать тебя на Пхукет. Привет! Ты сейчас проходишь сборы в Tiger Muay Thai. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя сравнивать с чем лагеря? Был ли ты в других странах? И вообще, как тебе по атмосфере, по спарринг-партнерам здесь у нас в Таиланде? Приветствую всех! Спасибо большое, что встретили здесь, в Таиланде. Ну, первая причина, почему я здесь, это Толик. У меня были проблемы с борьбой в последнем бою. И для того, чтобы подтянуть борьбу, приехал до Толика. Теперь у меня проблемы на тренировках в борьбе возникают, когда Вадим со мной борется. Так, конечно, обстановка здесь очень крутая, спортивная, боевая. Тут все, ну, атмосфера такая, что все, видишь, как на этой улице всех занимаются и правильно питаются. И только спорт. Спорт и отдых. Отдохнуть тут, поехал на море, отдохнул. Все, что нужно, что, короче, забрать в следующую победу. Отдохнуть, порадовать семью, порадовать нашу страну. Да, плюс сменить обстановку. Мы в основном тренируемся в Сарамасколе, выезжаем в Славос на сборы. Ну, в основном со своей командой. А тут сменил обстановку, полностью сменили спарринг-партнеры. И я думаю, это даст... Как глоток свежего воздуха, да? А новые спарринг-партнеры, это как новый опыт для тебя? Приобретение каких-то навыков? Да, конечно, это, ну, это, знаете как, когда тренируешься в одном зале, то ты растешь не в спортзале, можно так сказать, а в боях растешь. Когда ты меняешь чаще тренировочные лагеря, то ты начинаешь расти уже чуть больше, потому что у тебя новый спарринг-партнеры. Тебе надо уже придумывать, ну, уже начинаешь думать во время борьбы или там во время спарринга. Я, например, когда боксирую дома там с Валентином Молдавским, с Кирюхой Сидейниковым, с братом Виктором, я уже знаю, как с каждым работать. Уже знаешь вообще, как они дышат, во сколько они спать, ложатся, кушают. Ничем не удивят, да? Они 15 лет вместе живут, чем они удивить могут? И во время, допустим, борьбы я уже знаю, что с Кирюхой Сидейниковым я здесь начал бороться, мы оказались в позиции, через минуту я уже знаю, в какой мы будем ситуации, что я у него там буду сзади пытаться там отламывать руку. С Вальком так же, если ему отдам спину, то это все, у меня там до конца раунда он мне будет трепать. Понятно. Вадим, как ты прошел акклиматизацию? Ну, если честно, я думал, будет полегче, но первые две недели я просто умирал здесь. Я думал, какие-то проблемы у меня, может, ну, Соля говорит, на опыте, говорит. Да, что две недели все приходят, все. Две недели всем тяжело, но потом стало полегче, я это почувствовал. Сейчас вроде бы нормально. Я вот здесь второй год. Чувствуешь себя хорошо, да? Анита Сергеевна, я здесь второй год, и мне каждый день тяжело. И я все жду, когда же легче настанет. Вадим прилетит и убивает Олейничев. Я домой прихожу, всегда говорю, Анита Сергеевна, вот так, я говорю, сладкая. Ну, что-то тяжело сегодня было, акклиматизация, наверное, второй год идет. И Вадик тоже прилетает, две недели акклиматизация. Знаете, что-то не то, а я каждый раз с ним борюсь, вот так, захват, захожу, не могу его свалить при себя, думаю, мне бы больным так себя чувствовать. Да, я хочу еще добавить, ребят, Анатолий Сергеевич всегда дает грамотные советы для тех, кто приезжает только в Таиланд, потому что, действительно, здесь важно не топить. Ребята трудолюбивые, они сразу с первых дней, все, я пошел пахать. Но это может сыграть с вами злую шутку, поэтому, если вы приезжаете в Таиланд, то мягко входите в тренировочные процессы. Покашуйте три дня, сходите на море, посмотрите Таиланд, на водопадик съездите, зал вас дождется, он никуда не денется. На море главное не сгореть. А на море ездишь? Есть время? Или вот сильно работаешь, работаешь и не хватает времени доехать до моря? Не, ну, делаю время по техе час. Молодец, умеешь отдыхать, да? Некоторые просто не умеют этого делать. Надо по-любому выезжать на море, менять картинку и если постоянно думать только о тренировках, можно подзагнуться очень быстро. Ну, в плане психологическом, даже просто поехал, полежал, посмотрел на море, подумал о чем-то другом. Я вот по себе тоже знаю, что иногда больше устаешь не от тренировок от самих, а от монотонности работы. Ты каждый день делаешь одно и то же, борьба, бокс, борьба, бокс. И устаешь именно ментально. Вроде приходишь, ты заряженный, заряженный такой, все, думаю, сейчас всех разорву. Чик там бывает, пять минут зарвешься, хоп, у тебя откуда-ниоткуда усталость пришла. И я считаю, что это, ну, вот именно голова дает вот эти вот импульсы, и у тебя такой спад начинается. Отдыхать надо, не имеешь в чем тренироваться. Вадим, и есть ли здесь минусы? Может быть, каких-то продуктов не хватает, слишком жарко или слишком людно. Какие есть минусы с твоей точки зрения, для тебя? Я, знаете, как жара, влажность большая. Я думаю, что здесь это тебе тяжело в этих условиях. Но когда мы выйдем домой, например, на наши условия, в нашу климатическую зону, как бы, я думаю, это будет плюсом. Это как, ну, я считаю, как спуститься с гор, так и отсюда уехать домой, будешь летать. Ну, это мне уже ребята, не один рассказывал про этот пусек. Ну, раньше мы ездили в горы, но со своей командой, приглашали пацанов, но старались. Сейчас здесь. Приехал еще? Я думаю, теперь здесь база будет. Всех со старого оскола сюда перетягиваешь. Знаешь, почему здесь все приезжают и сразу начинают пахать? Он приезжает, едет покушать, например. Когда едешь покушать, проезжаешь один зал, второй, третий, четвертый. И ты уже психологически, все пашут, а я не пашу. Ты начинаешь, ты тут вроде бы только звоняешь, ты не понимаешь. Ты думаешь, блин, что за сачок, что за сачок, что люди скажут тебе. И начинаешь просто газовать. Это глобальная проблема всего человечества. А что они сейчас обо мне подумают? Вот я хожу, прохлаждаюсь, а они все работают. Или все такие же тоже мысли. Вот он пашет, а я отдыхаю. Он становится лучше, а я иду на минус. Но тут реально нужно просто войти в эту атмосферу. И это только плюсом будет для каждого человека. Биг-стар, биг-стар. Тоже за 1 миллион файт. Тоже миллионер. Тоже за миллиончик сладко будет фестаться. Ну и еще в нашем блоге должна быть изюминка. И сейчас я хочу Вадиму предложить взять свой лучший прием, свой лучший захват. Попробовать или задушить меня, или оторвать руку. Ну а я попробую изо всех сил выбраться с этого захвата. Получится ли это у меня? Мы узнаем через минуту. Поехали. 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 Ну что, братва, сейчас попробуем у Вадима выманить одну очень важную информацию. Поехали. 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 на самом-то деле секрета нету первое думаю что это надо навести порядок голове как бы выходить с правильными мыслями на бой делать свою работу то что нарабатывали на тренировке второе на тренировке всегда надо работать так как боюсь это работаешь бой стене туда должен работать удары все на скорость на взрыв если ты борешься то надо снимать себя футболки одевать перчатки капы и уже с имитацией ударов по корпусу можно бить посильнее голову контролировать удары но надо отрабатывать все на тренировках все элементы боя и тогда я думаю бою не будет проблем будете дышать потому что для вас это будет привычная обстановка что вас бьют а так если ты например ударники ты на спаррингах боксируешь без борьбы в борьбе когда начинаете обороть ты не будешь понимать как из этого уходить или когда ты хороший борец вроде бы ты перевел в партер начинаешь контролировать но когда тебя начинают там бить снизу там сверху и любая борьба теряется после двух пропущенных ударов так что работать надо с головой правильные тренировки выстраивать и тогда все будет хорошо и победа будет за вами вадим ты выступаешь в 93 давай посмотрим на весах какой твой межсезонний вес если это не секрет я уже подкинул чуть-чуть был 110 сейчас посмотрим ага 104 минус мокрые вещи 103 103 зафиксируем 103 ну все и сейчас мы поедем в кафе и поговорим как раз таки о весогонке как у вадима она проходит и еще о интересных вещах вадим поделись пожалуйста кроме физической подготовки что для тебя еще важно чтобы на бой выходить вот знаешь прям полным сил для меня важно это следить за питанием смотреть то что ты ешь правильно восстанавливаться и отвлекаться от тренировочного процесса от боя как можно чаще то есть думать обои только во время тренировки а все остальное время стараться думать придумать какие-нибудь развлечения там здесь в таиланте какие ты себе развлечения находишь море очень люблю по кайфу выехать на море на пляж полежать по загорать покупаться здесь даже просто там выехал на мопеде поехал уже обстановка меняется постоянно отдыхаешь таиланд такое место в котором можно хорошо попахать и хорошо отдохнуть да и вне зависимости от каких-то занятий просто садишься на байк и ты уже расслабляешься туда есть уходи просто сел поехал там это там слоны для нас это все равно диковинку будет 1 сюда приезжаешь поэтому слонок посмотрел покатался на слонах где-то обезьяна очень интересный разнообразный отдых здорово а если вернемся к питанию ты говоришь что ты его контролируешь в таиланде удается с этим или все-таки посложнее и в таиланде на самом деле очень хорошо с питанием потому что тут много морепродуктов и такой легкой пищи рис морепродукты и пиздец и салаты я стараюсь добою пораньше начинать не то чтобы диету даже следить за питанием так чтобы легче было организм тренироваться переносить нагрузки и восстанавливаться ну я не стежу там за калориями просто смотрю что что я им и количество потребляемые а если у тебя какой-то человек который тебя ведет или ты это делаешь исходя из своего опыта самостоятельно не это для меня дошло сами это понял когда пошли же такие более серьезные бои я сам понял что надо уже заниматься профессионально по серьезному подходить пообщался с питанием с одним по питанию с одним человеком с другим встретим здесь я просто выбрал то что мне удобно и то что мне нравится ну то есть в любом случае присутствовали какие-то профессионалы которые проконсультировали тебя кроме отдыха восстановления как у тебя проходит возможно какие-то массажи возможно какие-то бани и сауны что постоянно присутствует в твоем восстановительном процессе сама постоянная на это бане два раза в неделю хожу среда суббота или среда воскресенье это дни которые такие более-менее разгруженные суббота и среда это одна тренировка и по любому баня и потом в четверг или в понедельник я уже выхожу вообще на бодряках хорошо себя чувствую это и в россии и в таиланде среда и суббота это банный день да и в россии и в таиланде банный день и мы нашли здесь хорошую баню такая крепкая причем привык был такой болтера первый раз приехали туда так идешь в обстановка такая пальма растут бассейн кокос я просто дверь открываю в бане захожу и попадаю как будто в россию а выходишь и в таиланде из жары в жару мне нравится плюс массажи тайский массаж или куда-то ходишь в другие места спортивные массажи такой ойл массаж или просто традиционный тайский массаж это такой более как расслабиться так вот нашли одно место тоже здесь спортивный массаж хорошо проминают небольшая проблема с лобком было попросил женщину хорошо сильно прям промяло и прошел бы хотеться в таиланде в этом плане изобилие массажи баня сауна и все достаточно близко комфортно то есть и потренировался пошел восстановился в россии такое же изобилие где ты проходил до этого сборы или все-таки с этим потуже в россии как бы если еду куда-то выезжаю на сборы из старого скола из белгорода то я мы берем с собой массажистов и он едет с нами на сборы и каждый день после тренировки после вечерней тренировки проминает если есть какие-то проблемы он проминает до тренировки разминают там мышцы там бывает спину начинает тянуть просто мышца спазмируется вытягивает позвоночник там он все это на место вставит налаживает тренировку проходят отлично ну с банями в россии тоже проблема всякие там в дагестане хорошая баня на алтай на алтай сборы проходили на дагестан алтаги попал мы съездим то кабардино-балкария кисловоз до получше в город но этого россии еще в один очень интересный момент где расселяются спортсмены если ты поделишься с нами покажешь свое жилье расскажешь про цены которые здесь в таиланде мы будем тебе прям благодарны и прошу заедем покажу это то ли подсказал мне это место недорогое чистые с кондиционером большую кроватью то что надо а для спортсмена больше ничего ничего не надо а если бы ты приехал сюда с семьей ты бы смогу в том месте расстелиться или все-таки уже бы более комфортно или ты на сборы вообще семью не берешь но я думаю следующий раз если это сюда на сбор это возьмутся быть не тяжело месяц месяц на сборах и еще мне здесь две недели быть и куда тяжело без семьи ну посмотрим а у тебя репетическом сколько лет старшей дочке 7 вашей 5 ну если приедете все следующий раз семьей мы тоже также поможем найти какой-нибудь домик с бассейном уже даю у нас легка будет тоже рад с твоими детьми познакомиться все тогда поедем сейчас посмотрим твое жилье и потом мы тебя еще пригласим в одно крутое место сейчас мы посмотрим куда заселился вадим сколько ему на денег месяц для того чтобы жить в таиланде и посмотрим на чем добирается вадим до зала вадим провели инструктаж что можно для того чтобы остановиться вот таиланде на сбора помимо перелета того что может один залететь долететь сюда за 100000 другой за 50 тысяч третий до 10 тысяч но это уже пока возьмем твой нормальный байк 155 кубиков хорошо едет 4000 бат на месяц умножаем где-то примерно курс у нас сейчас 18 а еще вот главный вопрос как ты здесь меняешь деньги потому что русские карты в таиланде не работают если обменники или ты привозил доллар с собой я доллары привез в один насколько ты снимаешь это жилье и сколько примерно по времени отсюда до зала я снимаю это чудесное жилье за 5000 бат плюс коммунал там тысяч и полторы будет и ну тут принципе есть кондиционер кровать есть холодильник душ все есть как бы и до зала на байке пять минут это если на все красные попасть и пробку какой вывод вполне бюджетно можно приехать на сборы в таиланде получить новый опыт познакомиться с ребятами и все это доступно до сменить обстановку хорошо потренироваться отдохнуть принципе нам-то номер нужен поспал поспал днем поспал вечером ночью и все больше в номере ты не находишься полили либо на тренировке либо на пляже либо деток и чудо смотришь сегодня среда и мы вадима решили пригласить развеяться получить новые эмоции что я что анатолий сергеевич что вадим ни разу не катались на картингах и сейчас мы покажем свои способности сейчас выясним кто из нас лучший картингист перед стартом вадим у меня такой вопрос возник что ты испытываешь вот знаешь последние минуты перед боем да когда уже идешь к рейджу может быть кого-то вспоминаешь до своей голове или какую-то музыку или какого-то человека ну вот о чем думаешь вот в эти самые волнительные вот последние метры перед боем когда идешь к рейджу если честно мне вот прям каких-то ни о ком не думать стараюсь ни о чем у меня просто мысли выйти сделать свою работу то что я работал и стараюсь отречиться вообще как бы не думать вообще ни о чем об этом я думаю в гостинице об этом еще чуть думаю там когда приезжаешь на арену ну когда уже выход все у меня уже внутри как реактор запущен и все уже только надо выходить и победу доставать а там как она будет какой будет бои там травма не травма расчищения главное чтобы победа была главная победа да бывает такое значит бывали такие бои когда серьезные тяжелые в гостинице там за день до боя была какие-то типа паническая атака какая-то потом раз раз перегоняешь зачем ты здесь кто-то как-то с кем ты и все и выходишь уже я иду делаешь головой вадим перед боем ты сосредоточен получается вот за день ты говоришь в гостинице может быть ты включаешь какую-то музыку смотришь какой-то фильм берешь какую-то книгу что тебе помогает выйти из этого эмоционального состояния я тоже когда в гостинице там вот последние недели там больше время в гостинице проводит съемки интервью все вот эти моменты я стараюсь отвлекаться смотреть какие-то фильмы почитать какие-нибудь книги ну помолиться тоже стараюсь не забыть и музыка какая-то не знаю бывает песни которые с детства слушал там раньше нравились сейчас слушаю стараешься отвлекаться что вообще не думать о боях вадим у меня есть такой немаловажный вопрос ты популярный человек ты звезда и если люди которые называются хейтеры что они тебе пишут и как ты к этому относишься есть хейтеры разного уровня есть хейтеры такие лайтовые есть такие пожестче есть вообще жесткие которые тебя просто на три категории можно разделить да и есть который ну просто давно там что-то не пошло в бою там там написали ну что-то не подготовился неправильно видать какие-то проблемы были это же не хейтеры это как люди которые переживают там реально может вторые то которые типа вот он там слабый тому там ты проиграл он даже может бой не посмотрел увидел результат проигран и все ему лишь бы там накидать говна там в комментарии в личку написать к ним надо относиться я считаю как бы не то чтобы их там слушать не слушать но они даже может какой-то части степени мотивируют когда пишут такое появляется стимул закрытием всем рты сказал что ты один раз вступил в перепалку со своим хейтером из-за чего это произошло и чем это закончилось я подписался когда в билла тур я был там может какой-то 70 там 80 в рейтинге потом после первого боя стал 40 каким-то потом второй бой у меня был с лям могири он 15 его побил и тоже но его место занял получается и потом не доставит бой с филан дэвисом он этот момент был первым в рейтинге здесь барба у него хорош такой плотный на тот момент хорошо стоял дает да и не ставят с ним боя как бы принимаю вызов и выходит постер я выставляю в контакте и какой-то парень это куда ты лезешь вадик если бы он так написал я бы вообще он написал сосать ты будешь грубо очень грубо сразу под прицелом баба ему от в ответ спешу сосать будешь ты ну и что-то мне там начинает писать в личку этому блокируется и товарищи пацановы пацаны грибы прийти на деньги давайте накидать его короче там начали атаковать так чуть ну и все как бы ну и там я бой выиграл и доказал по делу а меня еще интересует вопрос я просто из своего личного опыта тоже сталкивалась обычно кто пишет они как будто инкогнито нету не фотографии что он из себя представляет где он живет это такой же человек был или он так смело тебя заявил там живет в красноярске и показал свое лицо я не спрашивал где он живет и просто зашел на страницу там а там кошечка муфлон конкретный там с ним переписываться дальше не видел смысл ну так обидно стало какой-то момент ну да что хочется поддержки себя не сейчас я уже все я даже не читаю комментарии мне от пацаны бывает рассказывать комментарии смешные конце я не смотрю мне интересно сейчас ты просто это как шутку воспринимаешь и на тебя это никак не влияет да просто я уже не понимаешь что это пишет что в основном 99 процентов это люди которые ничего не достигли жизни который только может за компьютером там или за телефоном что-то написать а самому там одеть перчатки пойти даже просто на спарринге какой-то зал сходить ну хватит дух надо даже кто занят но вот занят на пр да я вот много людей знаю успешных и но ни от кого не слышал о там талян я сегодня вадиму написал там знаешь там что он мешок или там петя написал что он мешок еще кому-то но кто занят своим делом ну тут просто наоборот радуются успехом они топят там то есть сделаем из этого вывода что пишет люди которые хотели бы возможно показать какие-то результаты но не готовы трудиться так как трудитесь вы и остается выбор им только написать что-то обидное избит в толку человека который показывает достойные результаты но ребята поделились опытом что на них это никак не влияет поэтому дорогие хейтеры не тратим на это время лучше идем и что-то делаем ну и что после такого прекрасно проведенного дня с чемпионом не могу не задать финальный вопрос вадим ну куда миллиончик денеж честно стараюсь не думать об этом куда его деть его надо сначала выиграть я думаю сначала как его выиграть а там ну главное не просрать не просрать на его не можем сто процентов ну примерно куда так не распределял чуть-чуть его хотя бы мне очень интересно дом построить нормально пока белгороде планируют под майами где-то уже дали шкала сумма не шуточная я думаю что с такими финансами можно и в майами конечно отстроить а помимо дома может быть есть какие-то планы вложения в может быть бизнес может какое-то дело может быть в какую-то школу связанную со спортом есть мысли там по безу в бизнес охота что-то нибудь вложиться чтобы приносила какую-то копеечку и открыть школу на школа такая что было бесплатно там все желающие занимались для детей хорошо так чтобы приносила что-то и для души было хорошие добрые планы хорошие добрые полезные они сервера ты бы куда миллиончик определила сегодня не мой день сегодня поэтому я умолчу если захочешь узнать можем заснять отдельное интервью вадим огромная тебе благодарность за то что ты поделился своим опытом поделился своим своим путем мы наша семья желает тебе твердой легкой победы мы всегда на твоей стороне болеем у меня выпала первая встреча с тобой и какое было у меня впечатление что ты добрый что-то открытый человек спасибо тебе за то что ты показываешь пример за то что ты мотивируешь потому что действительно в твоем возрасте в 29 лет иметь такое уже 30 монссори показывает такие крутые результаты не каждый это может но глядя на тебя я уверена что ты замотивируешь и всем кому нужна была эта мотивация ты сегодня это показал и друзьям так как я умею хорошо просить подарки у меня получилось у вадима сладкий как-то ее эксклюзивную майки только пошли я еще дома сделал и думал если эта майка будет у меня когда-нибудь я буду очень-очень счастлив один момент я приехал старый расколы но мне и сейчас когда приехал вадим это футболку у нас лежит в пакете на особый случай потому что действительно такие футболки не в свободном доступе и вадим подарит ее кому-то из вас для этого вам нужно подписаться на данный канал оставить лайк и комментарий куда бы вы потратили 1 миллион долларов и мы втроем соберемся и самую интересную историю выберем и отправим футболку плюс я сейчас делаю фотографию вадима и на этой фотографии вадим оставит свой автограф хорошо вот она эксклюзивная футболка от вадима заряженная на победы на удачу я не знаю на трудолюбие и она достанется кому-то из вас всем спасибо до скорой встречи